Музей вооружения и военной техники ВДВ, бывший Музей военной автомобильной техники, был открыт 9 мая 1995 года на базе Рязанского военно-автомобильного института к празднованию 50-летия победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция музея раскрывает историю развития отечественной автомобильной промышленности. В коллекции находятся более 170 единиц техники, куда входят уникальные военные и гражданские автомобили и мотоциклы, колесная и гусеничная военная техника, различные опытные образцы машин, прошедших испытания. Коллекция музея размещена в трех залах-ангарах общей площадью более 4000 квадратных метров и под открытым небом, общей площадью 2 гектара. Один из залов музея освещает первый наименее известный этап развития автомобилестроения в Советском Союзе. Особое место отводится Великой Отечественной войне. Документы, экспонаты, фотографии рассказывают о вкладе военных автомобилистов в Дело Победы. В другом зале музея выставлены подвижные средства техобслуживания, ремонта и эвакуации боевой техники и вооружения ВДВ. Представлены фотографии с 1911 года и до нашего времени. Там же можно ознакомиться с материалами по образованию первой учебной автомобильной роты. Экспозиция третьего зала музея посвящена непосредственно войскам ВДВ. В зале наглядно показана история развития амуниции и парашютных систем, используемых бойцами воздушно-десантных войск. В этом же зале находятся средства, с помощью которых осуществляется парашютное десантирование военной техники и других грузов. Выставлены боевые машины, приготовленные к парашютному десантированию. Экспонаты музея, относящиеся к тяжелой военной технике, расположены на улице. Здесь представлены армейские грузовики, боевые машины, машины связи и управления, инженерная техника. Рядом с ними находятся два летательных аппарата — вертолет Ми-8 и самолет Ан-2. Кстати, в 2010 году рязанцы могли попрощаться с этим уникальным музеем. 29 мая 2010 года день военного автомобилиста должен был стать последним рабочим днем музея. Тогда же 150 его наиболее ценных экспонатов были перевезены в Москву на 147-ю автомобильную базу. Городу удалось сохранить музей, но часть крайне редких экземпляров коллекции по-прежнему не возвращены в Рязань. Среди них ЗИЛ-111В Юрия Гагарина и ЗИЛ-117 Фиделя Кастро. Посетить музей можно по адресу улица военных автомобилистов 12-Б в любой день, кроме понедельника.